174-й и Дивижн, 146-й и Старк, а также в Ванкувере на углу 27-й и Форт Ванкувер-Вейн. Магазины-ликвидаторы Everyday Deals удивят вас невероятно низкими ценами и порадуют специальными скидками для славян. Сделай свой бизнес успешней. Телефон рекламного отдела медиа-центра Slavic Family. 971-238-46-87. 971-238-46-87. Внимание! Редакция медиа-холдинга Slavic Family не несет ответственность за содержание рекламных сообщений и авторских программ. Сделай свой бизнес успешней. Телефон рекламного отдела медиа-центра Slavic Family. 971-238-46-87. 971-238-46-87. Внимание! Редакция медиа-холдинга Slavic Family не несет ответственность за содержание рекламных сообщений и авторских программ. Дамы и господа, все, кто заждался уже уроков американского английского с Еленой и Ольгой, у нас отличная новость для вас. Прямо сейчас начинается очередной радио и видео урок о Daily Communications с нашей блистательной учительницей Еленой Гирич. Здравствуйте, Оленька, здравствуйте наши слушатели и зрители, приглашаем вас присоединиться к нам. Сегодня у нас урок английского языка и сегодня прекрасная погода, да, Оленька? Удивительно прекрасно, вопреки всем прогнозам синоптиков. Yes, it's a wonderful day today, what's the weather like? Today warm and sunny and pretty good weather. Умница, как просто ты скажешь тепло, вот ты просто сказала warm, да? Но лучше сказать it's warm, it's warm, yes, it's so warm and pretty good weather. И ты сказала слово pretty, очень классное слово, разговорное слово, что оно обозначает pretty? Очень. Правильно, а первое значение прямое это хорошенький и красивый. Мы знаем песню pretty woman, абсолютно верно. And today is not only a wonderful, great, fantastic weather, today is a very special day. What day is it? Today is what day? Election day. Election day. Умница, молодец, вот эти слова я хотела с тобой повторить. Итак, сегодня день выборов, и мы с тобой, помнишь, зачитывали вопросы по истории государственного устройства США для тех наших слушателей и зрителей, которые готовятся сдать экзамен и получить гражданство, и один из вопросов был такой, какое право граждан? Помнишь слово право? Это голосовать. Само слово право. Помнишь это слово? Как будет правая рука? Right. Да, так же и право. Right to election, right to vote. What is one right only for the United States citizens? Помнишь этот вопрос? Какое право имеют только граждане США? Да, и ответ какой? To vote, да? To vote. Итак, день выборов, election day, и голосовать у нас to vote. To vote. Это и право граждан, а как будет гражданин, помнишь? Citizen. Правильно, гражданство, citizenship. И это также ответственность. Помнишь, как ответственность? Responsibility. Абсолютно верно. Responsibility. Самый безответственный ведущий, помнишь, что такое ответственность. Вот и спроси у меня, ты голосовала сегодня? Are you election today? Или are you vote? И вот чем это значит? Election – это выборы. Просто, понятно. Ты участвовала в выборах, как спросить? Did you participate? Начни с того, что did, это же прошедшее время, помнишь? Точно. Ну, спроси у меня просто по-простому, ты голосовала сегодня? Did you vote today? Yes, I did. А теперь я хочу задать тебе вопрос. Как ты думаешь, много людей голосуют или нет? How many people to vote today? How many people voted today, да? How many people voted today? И у меня вопрос к тебе. Как ты думаешь, голосуют или нет? Yes. Я думаю, тоже да. Везде призывают голосовать, потому что это играет большую роль, и это формирует наше будущее. Есть люди скептические, думают, что ваш голос не играет никакой роли. На самом деле он играет, и мы действительно призываем и советуем вам голосовать. Election day. И мы должны to vote, да? Мы должны, те, кто не может и имеет право. Да, это великое привилегие, кстати. Раскрою секрет большой. Вы меня загадаете сейчас помидорами и духовами яйца. Я никогда от слова never не голосовала в свои 30 с хвостом. Почему? Потому что как-то не получалось. Ну и когда ты учишься на пиарщика, понимаешь, что не всё решается выбором. Ну, по крайней мере, в той стране, где я жила. Абсолютно верно. Я только хотела сказать, мы живём в другой стране, и здесь действительно твой голос будет считаться, и твой голос может изменить ситуацию. Есть такая фраза to make a difference. Слышала её? To make a difference. Нет, ещё. То есть делать изменения. И нужно верить в то, что твой маленький голос, её vote, вот это ещё и голос твой, может сыграть большую-большую роль в жизни и изменить будущее к лучшему. А сейчас мы хотим напомнить вопрос дня, который был ещё на прошлой неделе, в нашем прошлом эфире, в понедельник. Мы, как всегда, задаём вам лингвистический вопрос, который связан со сленгом, и мы знаем, почему очень важно учить сленг. И у нас было одно слово, в принципе, два слова, на которое мы так и не получили ответы. Поэтому сегодня я повторяю этот вопрос, и сегодня же, если мы не получим никаких ответов, я дам ответ. Итак, что обозначает слово cheesy? Связано ли это с сыром, cheese или нет? И похожее слово corny, связано ли это со словом corn, кукуруза или нет? Итак... Или с корнями. Это русский язык! Ну, я знаю, что американское слово corny это root. Roots. Roots. Да, root. Совершенно верно. А у нас corn. Corn это кукуруза. Так вот, два слова, cheesy и corny. Что же это за слова такие, и что они обозначают? И, Оленька, победитель будет звонить по каким номерам? Номер 971-319-1130. Ждём на этот номер ваши варианты. Можете звонить нам или писать. Ну и, конечно, друзья, вы можете писать под нашей видеотрансляцией. Напомню, что самый активный наш слушатель сегодня получит подарки от наших спонсоров, в том числе два сеанса массажа. Вот, я, кстати, мечтаю об этих сеансах, но выиграть не могу. Так что, друзья, у вас такая отличная возможность. Наш номер 971-319-1130. Ты, кстати, очень здорово предполагаешь ответы с твоей способностью играть словами и с значениями слов. У тебя есть хороший шанс подумать, что такое. Я потом в конце передачи дам тебе несколько предложений, которые тебе помогут, в принципе, угадать значение этих двух слов. Итак, cheesy and corny. Если ты помнишь, на прошлой неделе нам позвонил радиослушатель и попросил нас подготовить тему обеда, поведение за столом в ресторане, общение с американским партнёром. Что нужно... Такой вот ланч или ужин, да? Да, что нужно говорить, как нужно себя вести и так далее, да? И вот прежде чем мы начнём разговаривать на эту тему, обсуждать эту тему, давай откроем наш любимый словарь в картинках. Словарь в картинках, который называется The Oxford Picture Dictionary. Мы пользуемся этим словарём, потому что, когда мы изучаем новую лексику по той или иной теме, мы обращаемся к нему, и мы смотрим, читаем слова, и запоминаем их, и картинки нам помогают. Особенно для тех людей, у кого очень хорошо развита визуальная память, картинки действительно помогают. Так вот, я прошу Оленьку открыть страницу OpenPage 62, pages, actually, 62 and 63. На этих страницах 62 и 63, у кого есть словарь, откройте тоже вместе с нами. Тема ресторан и поход в ресторан. И мы сейчас, прежде чем мы вообще начнём говорить на эту тему, мы посмотрим слова и их значения. Я попрошу Оленьку почитать, английские слова и русский перевод. So, I actually want you to read these words above. Окей? Окей. Да. Хостес. 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 Итак, какой перевод даёт словарь? Я такое слово даже не знаю. Давай, читай. Серьёзно. Метр дотель. Да. Метр дотель. Вообще, слово хостес или хост, хост это мужского рода слово, хостес женского, это хозяин. Тот человек, который принимает, принимает гостей у себя. Но я тоже говорю, ведущий. Принимает гостей у себя. Хостес, это ты ведущий. Да, ты хозяйка своей программы, ты можешь быть хостес. Значит, это человек, который вас приветствует в ресторане и приглашает сесть за столик. Далее. Диннинг рум. Дайнинг рум. А, да, нет, sorry. Диннинг рум. Нужно запомнить, что ужин диннер произносится, а столовая дайнинг рум. И так и хочется сказать. Да. Далее, Оленька. Обеденный зал. Да. Меню. 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 Сервер или вейтер. Вейтер. Обрати внимание, далее будет женский род. Это мужской род официант. Вейтер. Далее. Динер. Петерон. Дайнер. Дайнер. Это переводится дайнер, человек, который обедает. Но это слово редко употребляется. Мы будем говорить гэст, посетители ресторанов, визитерс и так далее. Кастомерс. Дальше, номер шесть. Сервер. И вот идёт женский род, официантка. Вейтерс. Итак, мужчина вейтер, а женщина вейтерс, официантка. Далее. Десерт трей. Десерт трей. Десерт трей. Что такое десерт? Это десерт. Десерт под нос десертом. Вот это я знаю, конечно. Да, но это в конце. Хорошо. Бред баскет. 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 Если ты помнишь, баскет, это корзина. Баскетбол, да? Бред баскет. Что это такое? Корзинка с хлебом. Это с чего мы начинаем. Далее идёт слово баскетбол, которое очень редко употребляется, мы его пропустим. Читай номер десять. Китчен. Что такое? Кухня. Далее. Самый главный человек в ресторане это шеф. Чиф. Так и считается шеф. Я слышала произношение чиф, но шеф. И это повар, шеф-повар. Вот это самый главный человек. А далее, Оленька, возвращаемся на страничку шестьдесят два и прочитай, пожалуйста, глаголы, которые связаны с рестораном. Накрыть на стол. Накрыть на стол. Проводить посетителя к столу. Верно. Читается, как будто бы бедный, да? Пор, но это наливать воду. Далее. А никак нельзя по-другому сказать про воду, только вот Пор, только наливать. Надо запомнить хорошее слово. Order from the menu. Меню. Меню. Ты знаешь слово order, да? Да, заказать блюдо из меню. Верно. Take the order. Принять заказ. Тут как бы со стороны официанта и посетителей. Верно, абсолютно верно. Serve the meal. Подать на стол. Вообще, что такое meal? Помнишь, мы говорили? Еда. Еда, приём, пища. Абсолютно верно. Далее. Clear the table. Можно ещё сказать clean the table, да? Clean. Убрать со стола. Clear the tray. Нести поднос. Трей – это у нас поднос. Помнишь, у нас был поднос с десертом? Да. Трей. Да. Далее. Place sitting. Столовый прибор. Подожди, подожди. Setting. Pay the check. Ты не дочитала на этой картинке. Я хочу, чтобы ты дочитала только на этой картинке. Pay the check. Pay the check. Или нашу будущую передачу. Как мне пригласить тебя? Как мне сказать? Уленька, я хотела бы пригласить тебя в ресторан. Как это сказать по-английски? Invite. Верно. I want to invite you to a restaurant. To a restaurant. For lunch. Я сразу на динер наплатилась. Хочешь, пойдем на ужин? For dinner. Как скажешь. I want to invite you. Или я хотела бы. Очень вежливая фраза. Вспоминай. Я хотела бы. I would like. I would like to invite you. И, допустим, я хочу спросить, какой ресторан бы ты хотела? What kind of restaurant would you like? Или просто what restaurant. Можно гораздо больше сказать. What restaurant would you like to go? Вот мы с тобой приходим, мы определились с рестораном. И первое, конечно, нас приветствует, как нам говорят. Hello, да? И далее они могут задать нам вопрос. How are you? Можно, можно. И ты скажешь great, fantastic. Далее они хотят спросить, сколько нас человек, да? Как всегда спрашивают. How many persons? Даже просто how many, да? How many. И мы что говорим? Только двое. Only two. Или just two. Just two. И, предположим, она нам говорит, следуйте за мной. Как она скажет? Follow me. Умница, молодец. А мы хотим с тобой попросить столику у окна. We want to sit. We want это такое, мы хотим. Это не очень вежливо. We would like. We would like to sit. Или могли бы мы. Could we have a table? A table. И скажи, у окна. Near the window. Или by the window. By the window. А если прекрасная погода, как сегодня, мы хотели бы с тобой сесть на улице. Да. We would like to sit outside. Нам приносят меню, да? И мы начинаем выбирать. Предположим, мы хотим выбрать закуску. Как будет закуска? Appetizer. Или starter. Помнишь это? Прекрасно, Умничка. Да, оперативчик. Мы заказываем. А далее нас спрашивают, вы готовы заказать основное блюдо? Как будет основное блюдо? Не помню. Main course. Main course. Are you ready to order? Нам говорят. Нас всегда спрашивают. Но сначала они спрашивают про водичку. О, да, конечно. Они уже далили тебе водичку. На самом деле, если у нас с тобой ужин с напитками, конечно же, мы можем с тобой заказать какие-то напитки, кроме водички, да? Как спросить, что бы вы хотели пить? What would you like? Would you like to drink? Абсолютно верно. И мы хотим попросить винный лист. Как это сказать? Wine card. Почти. Видная карта. Видная карта или wine menu, да? Wine menu. Абсолютно верно. И далее мы заказываем. Мы можем всегда, если нам что-то непонятно по поводу того или иного блюда в меню, мы можем какие-то вопросы задать, которые уточняют. Ну, например, beefstecks. Как будет beefstecks по-английски? Beefstecks. Steak. А я думала, будет beefstecks. Beefstecks. Это недавно... Кстати, оно-то и идёт от слова beefstecks. Можно я расскажу один случай? На выходных вела одну программу, и мне срочно говорят гости, а как подключиться здесь, как здесь интернет называется? Я им говорю, интернет. Интернет. Молодец. Я решила, что нужно так интернет назвать. Всё правильно. Итак, Уренька, вот предположим, как приготовить этот beefstecks, этот steak, да? Well done. О, молодец. Супер прожарки. Это хорошо прижаренный, да? Да. Остальное я не знаю, потому что я только well done люблю. А если средний? То, что мне только нужно. А если средний? Middle, наверное. Да, medium. Medium. А если с кровью? Rare. И ты можешь даже сказать with blood. Вообще не жаль, я могу сказать. Просто висите сырое мясо. То есть мы всегда можем общаться с официантом или официанткой по поводу каких-то специфических вопросов, которые связаны с тем или иным блюдом. Потому что мы клиентом заинтересованы, чтобы мы купили побольше и скушали. Абсолютно верно. Например, ты можешь спросить, допустим, в меню crab cakes, да? Котлетки из мяса крабов. Можешь спросить, насколько они большие? Как спросить? Ух ты, не знаю. How big? How big? How large? А я думала, what about size? Что значит, размера? А как котлетки эти называются? Кейкс. Кейкс? Так как называется? Краб кейкс. Да, они называются. Ну, вообще-то у нас есть слово. Котлетки, но редко употребляется. Итак, мы с тобой пока что... Как хорошо, что она есть. Так как это у нас урок английского языка, мы с тобой смотрим сейчас только слова и фразы, которые связаны с походом в ресторан. Предположим, всегда в конце нам предлагают десерт. А нам пришёл этот вопрос, можно я прочитаю? Да, конечно. А как отказаться ото льда, если ты не хочешь, чтобы в воду добавляли лёд? Давай, Верунька, попробуй. Можно сказать, no ice. Умница! No ice, please. Или вода без льда, пожалуйста. Water without ice. Абсолютно верно. Они, кстати, спрашивают. Да, очень часто. И в самолётах, и в ресторанах они спрашивают. Верно. А предположим, ты хочешь алкоголь... Вернее, ты не хочешь выпить какой-нибудь алкогольный напиток, ты наоборот хочешь безалкогольный. Как это ты скажешь? Допустим, какой-то коктейль, но он также и называется... Non-alcohol. 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 Вот, допустим, коктейль, который называется кровавая Mary, скажи этот коктейль. Blood Mary. Bloody Mary, да. Или другие коктейли, Cosmopolitan или другие. А если ты хочешь сказать безалкоголя, ты можешь сказать Bloody Mary non-alcohol или Virgin. Девственный коктейль, это тоже часто используют. Интересно. Хорошо, нам дают десерт, и мы с тобой готовы оплатить счёт. Как это сказать? Мы готовы оплатить? We are ready to pay. To pay, to pay. И можно спросить, допустим, иногда в некоторых ресторанах, хотя это обычно, когда группа из шести человек, уже чаевые включены. Как это спросить? Чаевые включены в счёт или нет? Tip. Is service. Тут не тип. Ваш сервис, за который мы платим вам чаевые, он уже включён. Is service, и вспоминай слово включён. Помнишь слово include? Included. Is service included, да? И ты оставляешь чью. Is service included. Хорошая фраза. А теперь давай вспомним то, о чём нас спрашивал наш слушатель на прошлой неделе. Он спрашивал о манерах, как вести себя с американцами. Помнишь? Ещё один вопрос пришёл. Давайте. Спасибо, я не одна, теперь не буду стыдиться моего любимого. Well done. Мой муж, любитель крови, стыдит меня. А я говорю, что я порчу мясо. У нас ещё телефонный звонок, есть ещё один вопрос. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Чтобы услышать вопросик, нужно будет наушнички надеть. А вот мы вас слушаем. И Елена Гирич тоже. Елена Гирича, значит, это Оля, которая в кожаной курточке или в белой кофточке? В белой. Ну, мы просто по камере видим и слушаем радио. И учимся английскому языку. 18 лет прожили, что скажу, надо память её хорошей обладать. Не знаю, как её чистить. Конечно, в системе компьютера есть специальные средства, которые чистят. Но у человека, я не знаю, она всё-таки восстанавливается по размеру, чтобы запоминать новые-новые слова взрослых людей. Молодые, почему-то дети наши быстро выучили, в школу пошли, уже в школу выходят, знают английский. И уже, если их не учить русскому, то они только на английском общаются. Есть такой у нас сынок в семье. А так всех выучили. Здорово. Как вы считаете, всё-таки память нужна, Елена? Спасибо за вопрос, очень хороший вопрос. Мы, кстати, этот вопрос поднимали в предыдущих эфирах. И в журнале Афиши каждый месяц печатается моя статья. Одна из статей была посвящена памяти и тому, как запоминать слова. Да, действительно, память можно восстановить регулярными занятиями и упражнениями, которые как раз направлены на восстановление памяти. Когда вы учите английский язык, вы постоянно что-то должны запоминать. Вы учите новые слова, вы строите с ними предложения. И у вас идёт постоянная работа головного мозга. Если вы, и не только это связано с изучением английского языка, это вообще связано с умственной вашей деятельностью. Если у вас умственная деятельность довольно-таки активная, и память у вас не становится хуже с годами, а память поддерживается в хорошем состоянии, и память действительно можно восстановить. Абсолютно верно. Вот представьте аналог физическое тело, вот вы ходите в спортивный зал и вы качаете мышцы. Со временем, с практикой вы видите результат. Это точно так же, это можно назвать ваша умственная мышца. Вы, когда работаете и умственно включаются все-все-все-все-все-все части головного мозга, все клеточки, на запоминание работает. Конечно же, память можно восстановить, и память становится хорошей. Да. А вот у нас ещё звоночек, или это тот же, слушатель? Добрый день, я согласен, согласен с таким мнением. Нужно тренировать. Я вот могу на четырёх языках здесь сняться, как бы такие разговорные я могу. Я вам завидую. Мне было 50 лет, мне было 50 лет сюда приехала, и я ноль английский, ноль, абсолютно. И я вот скажу вам, что я знаю такие вот наречия, как узбекский, тожицкий, испанский, английский. Я нахожу массу слов одинакового произношения, что английским, что узбекским. Откуда такая связь? Или испанский, молдавский. Одинаковый смысл слова и произношение одинаковое. Даже у русского есть одинаковое, вот слово котлет, оказывается, есть. Я так рада, что они есть, и меня поймут. Не только, вы знаете, в украинском языке есть слова английские, конечно. А хорошо, а вот эти, которые... Почему это? Это связано с перемещением людей, это связано с тем, что люди общаются между собой, и происходит такая вещь, как заимствование, заимствование слов. Нет, это не заимствование. Я вам скажу, что 500 языковой наречий в мире имеет одну сетку, 500 языковой. Вот слово tall people, это узбекский человек, да, высокий. В узбекском тоже самое. Как вы сказали? Tall people. Tall. Tall. People это люди. Tall person. Person. Если вы хотите сказать человек, это будет person. Person, да, да, да. Ну, и там тоже tall adam. Высокий человек. Интересно. Столько масса слов, я нахожу одинаково, и я вам скажу, как премудрый Господь, когда смещали языки, он дал возможность выучить. Только нужно, как вы говорили, память нужно тренировать. Да, я в этом абсолютно уверена, и действительно умственный труд, это еще и профилактика всех заболеваний, которые связаны с потерей памяти. Абсолютно верно. Нужно тренировать. Абсолютно. А выучить можно хоть японский. Помните, мы говорили очень много раз в эфире, что язык, любой иностранный язык, если его не практиковать, он забывается. Но, как только ты его опять начинаешь использовать в речи, он восстанавливается. Так что не теряем надежду. Спасибо огромное вам за звонок. Спасибо. Вы мне только что подарили надежду в эфире. Спасибо за ваш звонок. Еще и вдохновили. Спасибо. Оленька, ну а все-таки давай... У нас ответ пришел по поводу Кози. По поводу чего? Кози. Кози? Да. А у нас не было. А чизи? Я прошу прощения. А у нас не было вопроса. Это я уже... Давай уточним, что такое Кози. Кози. C-O-Z-Y. Есть такое слово. Миленький такой. Уютный. Уютный. Больше про комнату. My room is cozy. Так, повторили еще одно слово. Давай. А вот нам что написали. Давай. Cheesy. Something that is overly cute, sweet, sentimental. Ну переведи это, пожалуйста. Это что-то... Давай перейдем слово cute, милое. Миленькое, сладенькое, сентиментальное. In a positive way. Ну, то есть на позитивной пути, на позитивной волне. Yet over the top or trying too hard. Помните, мы говорим о сленге? Это абсолютно не то. Да? Заинтриговала? Слушай, я не буду сегодня давать ответ. Второй раз. Я хочу, чтобы кто-то из наших радиослушателей дал правильный вариант ответа. Что такое чизи? Ребята, мы говорим о сленге. В основном молодежный сленг, американский сленг. А нам пришел еще ответ. Давай. Чизи. Сленговое выражение, перевод дешевый, в значении не очень хороший, не оригинальный, безвкусный, не к чёмный. Абсолютно верно. Спасибо огромное. Это, видимо, кто-то загуглил. Я думаю, да. Итак, несколько значений, которые Оленька перечислила. Неудачный, плоский, нелепый. Например, шутка какая-то плоская. Чизи джоук. Это мои шутки. Чизи джоук. Чизи джоук. Или наряд какой-то неудачный. Все мы это можем объединить одним русским словом, которое тоже является сленгом. Каким? Объедини это все. Неудачный, плоский, нелепый, пошлый даже про шутку. Вот когда что-то вот такое, все, как мы это говорим одним словом в русском языке. Поганая. Левая. 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 Вот это все такое, у тебя левые шутки, у тебя левые наряды. Наш... Тоже сленг. Да, это победитель Оленька. Вот этот номер, это наш победитель. Спасибо. И корни, это тоже самое. А теперь я... Абонент с номером... Сейчас я посмотрю. Да, скажи, пожалуйста, это победитель или победительница? Спасибо вам огромное. Так, номер телефона. Значит, вот кому мы отдадим нашу карточку. У нас еще, правда, карточка есть от спонсора. Если что, обращайтесь. Если что, я могу еще один вопрос задать. Если у нас много подарков. 1-1-1-3, вот этот абонент с этим окончанием номера. Спасибо огромное. Были правы. Вот, а у нас звоночек телефонный, еще один есть. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы слушаем вас. Дорогие девчата, я все хочу сказать по поводу левого слова. Вот мы здесь в Америке живем, его редко слышим. А вот если едем... Ну, я много раз ездил туда, в Россию, в Украину, то слышишь русский язык четко. И там слышно, когда, ну, группа людей сидит, а таких они немножко деловые, в наколках там, то там столько слов новых. Боюсь представить. Ну, просто слово левый, это тоже как бы русский сленг, который как раз вот очень-очень похож на значение слова... То сленг перевели сленгом. Чизи, да. Чизи, это неудачный, плоский, нелепый какой-то, вот, а, левый, мы так говорим, да, в русском языке? А как будет на английском? Чизи, чизи. Ах, your joke is so cheesy, корни, говорят. А вот еще новое слово, это, скорее всего, у нас следующий эфир. Как будет по-английски удовольствие или развлечение? Вот часто ты идешь на вечеринку, тебе желают have fun, да? А мое слово связано со словом funky, funky, новое слово. Связано ли это со словом что-то молодежное? Или не fun, это тоже сленг. Вот подумайте над этим словом. Спасибо огромное за звоночек, слушайте нас. Спасибо большое. Вот, а все-таки у нас еще есть несколько минут, если ты помнишь, на прошлой неделе, все-таки хочу вернуться к тому радиослушателю, который, собственно говоря, дал мне эту идею раскрыть тему ресторана и общения с американцами. Помнишь, он спрашивал? Вот какие манеры, да, вот предположим, ты американка, да? Да. Ты моя американская партнерша по бизнесу, деловая женщина. И вот, должна ли я тебе за столом делать какие-то замечания, если ты ешь некрасиво? Точно не должна. Нет, нет, никаким образом. Здесь вообще в этой стране никто никому не должен. Абсолютно. Насколько, может быть, насколько это прилично, хотели спросить? Да. Но это не очень прилично. Мы же тогда говорили, что это неприлично. Так вот сейчас мы поднимем вопрос по поводу того, что же прилично, как себя вести прилично в ресторане. Предположим, не ты заинтересована во мне, а я заинтересована в тебе. Например, я хочу получить работу, я хочу тебя заинтересовать, я хочу, чтобы мы с тобой имели партнерские отношения в будущем. Мне нужно вести себя очень хорошо в определенных стандартах. Как ты говоришь, никто никому ничего не должен, но если ты все-таки хочешь произвести впечатление на человека, ты должен постараться. Ну, начнем с того, что куда мы кладем салфетку? Вот это, вот Елена, давайте вместе ходить. Я понимаю, что ее нужно положить на колени. Абсолютно верно. Хотя, если тряпичная салфетка, ни у кого нет вопросов за тряпичную салфетку. А если бумажная салфетка, все равно она кладется на колени, а не всегда. Да, из ткани тоже на колени. Все кладется на колени. Причем кладется таким образом, что этот уголок, да, один, который остается, вот этим уголком ты вытираешь губы. Не всей салфеткой лицо. Далее. Очень часто мне задают вопрос, а ведь, когда я преподаю английский язык, я очень часто рассказываю студентам своим, как еще вести себя с американцами, как улыбаться, как пожимать руку. Во-первых, как мы пожимаем руку? Мы пожимаем руку крепко. Не важно, кто это, мужчина или женщина. Не важно. А когда ты приветствуешь своего партнера, ты пожимаешь руку крепко, а не просто так. Ну и самый такой вопрос по поводу, иногда в ресторанах на столе вы увидите зубочистки, вот эти тоненькие палочки, которые для чистки зубов. Это провокация, конкретная провокация. То есть можно взять с собой? С этими зубочистками нельзя пользоваться за столом. Никаким образом. А зачем их положили? Вот я и говорю, это провокация. То есть взять с собой в машину. Ну просто представить, мы с ним с тобой, мы ужинаем, и я беру эту зубочистку и перед тобой начинаю чистить свои зубы. А еще так цукать. А еще я видела случаи, когда люди закрывают рот, и все равно продолжают чистить эти зубы. Или берут салфетку, накрывается и чистят. Не трогайте, возьмите эту зубочистку с собой, когда уже вы закончите трапезу. И зайдите в туалет, в ванную комнату, куда, на улицу выйдите, если вам так необходимо. И уже, но не перед своим партнером. Вот это я хотела бы сказать. Очень хороший момент. Нам еще пришел отзыв, можно я прочитаю? Да, конечно. И вопросы, насколько я понимаю. Какая классная, вы от Бога педагог Елена. Очень внимательно слушаем, на ходу записываем новые обороты речи. И вот такие предложения, как when pigs fly, типа когда рак на горе свистнет, or I would beat my... bottom dollar, спорю на последний доллар. И спасибо вам, Ольга. Может быть... Мы будем продолжать. Это все выражения, фразы... Фразеологизмы, да. Фразеологизмы. Мы будем постоянно продолжать их, раскрывать значения их в наших эфирах. И потом, как в заключении, в одном из выпусков журнала Афиша, мы опубликуем все эти фразы с переводом и с разными значениями. Спасибо вам огромное, что вы слушаете. Учите английский язык с нами. Учите английский язык на канале Daily Communications. В YouTube, там много уроков. Там записаны наши уроки с Оленькой английского языка. Смотрите их, это бесплатно в эфире. По каким учебникам? Звоните в школу. 503-708-58-78. Записывайтесь, приходите на занятия в школу физически, занимайтесь по скайпу, занимайтесь, прослушивая наши видео. Но занимайтесь. Учите английский. Это интересно. Мы живем в Америке. Вот здесь я могу вам точно сказать, мы обязаны знать английский язык. Друзья, спасибо большое за внимание, за ваше участие. Мы победителю вручим подарок от нашего спонсора. И обязательно, друзья, участвуйте, и у вас есть возможность тоже получить призы. И напомним, номер телефона Елены, если вы хотите индивидуальные уроки, групповые занятия и стать частью большой языковой школы Daily Communications. Номер телефона 503-708-58-78. А можно еще раз попросить вас продиктовать, чтобы прямо над видеотрансляцией в Фейсбуке мы могли указать ваш номер телефона? 503-708-58-78. 708-58-78. Еще раз с самого начала. 503-708-58-78. Очень много восьмерок. Вот еще здесь пришел отзыв относительно правил поведения за столом. Девушке не стоит очень париться по поводу, куда класть салфетку, на грудь запихнуть, за ворот или на колени. Выходит, нужно две салфетки. Можно три салфетки, чем носу ковыряться одной. Личная биография принцессы Диана рассказывала, что английская королева приказывала слугам после банкетов не посылать резко в стирку, в скатерти, а переворачивать и пользовать еще. Использовать. Да. Интересная информация. Спасибо огромное. Да, интересно. Спасибо большое. Дело в том, что нас попросили об этом поговорить, и мы сегодня об этом поговорили. Опять же, Оленька права, никто никому ничего не должен, но мы делаем определенные вещи для того, чтобы произвести впечатление, для того, чтобы подписать контракт, для того, чтобы завести деловые отношения и так далее, и тому подобное. И мы должны знать манеры, хорошие манеры, как нам себя представить в обществе. До встречи в эфире, друзья. Это была Елена Гирич и Ольга Шир. Услышимся очень скоро на волнах радио Slavik Family 1130. Пока-пока. Пока-пока. Сделай свой бизнес успешней. Телефон рекламного отдела Медиа-центра Slavik Family. 971-238-46-87. 971-238-46-87. Осень лучше, чем зима. Весна лучше, чем осень. А лето лучше, чем осень. Зима и весна вместе взятые. Наслаждайтесь вместе с радио. Радио Slavik Family. Радио Slavik Family. Радио Slavik Family. Сделай свой бизнес успешней. Телефон рекламного отдела Медиа-центра Slavik Family. 971-238-46-87. 971-238-46-87. Осторожно, двери открываются. Вас приветствует Lastech Windows. Компания-производитель окон и дверей высочайшего качества. У нас самое лучшее комплектующее. Современные технологии производства. Пожизненная гарантия. И исключительно грамотный персонал. Звоните 360-448-77.